С кофе начинается и мой рабочий день. Каждый день в мире выпиваются три с половиной миллиарда чашек кофе. Цифры очень впечатляют. Кофейный бизнес в Китае развивается настолько стремительно, что кофе не открывается даже на селе. Кажется, этот потрясий напиток уже стал товаром первой необходимости для многих людей. Сегодня я пью лапусту. Эта солька кофе выращивают в городке Син Лу на тропическом острове Хайнан. По сравнению с кофейными зернами из Эфиопии, Колумбии и Индонезии, все множество рапуста не так известно. Но это не значит, что кофе из Хайнан хуже качества. Ведь эти кофейные зерна выращиваются именно на плодасах, которые находятся на 18 градусах северной широты. И здесь очень идеальный климат для кофе. Насыщенный и интенсивный аромат кофейных зерен особенно чувствуется в Белидзи. Среднедемная обжарка усиливает горечь, а кислый вкус после этого уже не так заметен. Во рту ощущается привкус карамель и черного чая. Кофе в городке Син Лу выращиваются уже более 70 лет. Первое после образования ГНР кофейные здесь открылись еще в далеком 52 году прошлого века. И сегодня в городке с населением чуть более 30 тысяч человек работает свыше 200 кофейн. А годовое потребление кофе на душу населения здесь составляет более 180 чашек. Получается, что каждый житель Син Луна выпивает чашку кофе каждые два дня. Правда, иногда им в этом помогают и путешественники, как и я. Кофейные зерна не только поднимают настроение и радуют вкусом местных жителей, но и приносят им неплохой доход. Раньше я занималась сельским хозяйством. Потом открылось это кафе, и я подала заявление о приеме на работу. Неделю я проходила бесплатное обучение, после которого начала здесь работать. Теперь у меня постоянный доход каждый месяц, который выше, чем был раньше. Кофейня, где работает Циангчуин, была первая в сельском районе городского округа Ваннин. В деревне Симфу проживает в основном народность Мяу. Кофейня площадью в 200 квадратных метров не только обеспечила местных жителей регулярным доходом от 3000 юаней в месяц, но и стало отличным местом отдыха для сельчан и туристов. Как я уже говорила в предыдущем видео, Ваннин – это идеальное место для серфинга и настоящий рай для любителей спорта на открытом воздухе. Разве не круто было бы, если совместить спорт и кофе, например, заниматься серфингом, прихватив вот такой кофейный пакетик с собой, вот такой? Этот продукт изобрел молодой человек, у которого еще много прекрасных идей. У нас есть и палаточный кемпинг, и йога на сапе. Благодаря этому все больше молодых людей приезжают сюда и проходят курсы по приготовлению кофе и выпечки. В будущем мы также разработаем программы, которые привлекут сюда больше школьников, чтобы они узнали многое о кофе и тропических растениях. Если вы отправитесь на Хайнан, то не забудьте съездить на такое место, где есть и серфинг, и кофе, и еще много того, что сделать в ваших отдых незабываемых. О каком городе Китай вам рассказать в следующий раз я пока еще не решила. Так что, друзья, предлагайте свои варианты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова